здравствуйте друзья письмецо михаил можете ли вы подсказать как перестать быть вечным ведомым по жизни и научиться самому строить свою жизнь или в 34 года это уже поздно делать да я кстати хочу сказать что некоторые люди ну так как бы не вполне может быть адекватные утверждают что я сам письма сочиняю я я не сочиняю значит а чё сочинять когда такое пишут самого детства мне постоянно указывали что делать кому помогать чем жертвовать от чего отказываться говорили украинский покер на телятку 2 маток сосе в итоге я уже сам ну да это по-русски тоже есть да там ласковый теленок двух маток сосет в итоге я уже сам ничего не могу делать только по указанию я пробовал делать что-то свое на меня сразу начинают отговаривать говорят что не получится у меня ничего ибо я не такой как нужно зачем она мне надо понял понял toxic environment так всю жизнь помогал брату старшему в итоге у него бизнес и семья а я так и живу с мамой один при этом брат меня презирает хотя я всегда приходил на помощь первым и помогал не жалея себя а благодарность получил лишь презрение и копейки за тяжелый труд не могу же чтобы не делать для себя все обречено пойти прахом еле нервов и желания хватает на простые вещи уборка готовка и так далее с работой тоже сложно постоянно есть страх перед обманом так натура крайне доверчивы хотелось бы быть злее но не из того тесто слеплен многие чувствуют мою доброту и начинают откровенно ездить на мне а я отказать не могу вот и приходится никому не доверять вот так вот ну чё давайте поболтаем на эту тему значит я еще не знаю где я вынырну так особо но как минимум есть две вещи которые я хочу сказать сразу и они прозрачные очевидны значит первая вещь это то что люди которые ведомые так они очень нужны они очень востребованы без них ничего в жизни вообще происходить не будет статистически я вот читал много на эту тему но вот в одном источнике который мне нравится значит там было написано так что два процента людей в процентном отношении два процента людей это лидеры которые ведут других им вообще никто не нужен чтобы их заводил они естественно образом лидеры но это только два процента еще по памяти но так 14 процентов это люди которые нуждаются в некотором руководстве в некотором и фактически получается такая история что лидеры работают в 2 процента работают вот с этими 14 процентами то есть соотношение где-то вот один к 7 пример и лидер не может работать два процента людей не могут работать с состав процентами в этом с 98 оставшимися они работают с небольшой группы вот эти 7 14 процентов один к семи эти люди работают с остальными остальных 84 процента до 14 плюс 2 мы отнимаем остается 84 процента и вот эти семь работают с 84 процентами то есть тоже где-то вот один к семи так там 16 получается и вот так мир крутится эти 84 процента это люди которые нуждаются в таком знаете как у нас называется микроконтроли таком да значит микро менеджмент микро менеджмент вот люди которые нуждаются в микро менеджмент им надо каждый им надо сказать вот гвоздь забить сюда понимаете он сам не он сам забьет не туда и раскопать вот отсюда и досюда и при этом еще ходить и говорит заканчивай перекур там и так далее поэтому вот такая статистика но но еще раз но не нужно чтобы каждый был лидером и даже не нужно чтобы каждый был вот человеком который нуждается в минимальном супервизион минимальном менеджменте да так поэтому есть большая ценность большая ценность в людях которые хорошие ведомые ведомый это не просто так какой-то бросовый материал там генетический шлак там это абсолютно нет ведомый это абсолютно бесценный человек потому что лидер не может сам сделать много лидер может вести это лид ту лид глагол до ту лид это вести других за собой это влиять на других людей лидер это тот кто оказывает влияние вот собственно и все вы подвержены влиянию ну замечательно вам вам говорят какие-то люди да не делай и вам и вроде вы их слушаете то есть вы вы позволяете другим людям себя вести кто бы эти люди не были проблема в том единственная проблема вот вот того что с вами происходит состоит в том что у вас как как-то говорят каждый столб тебе вокзал понимаете каждый человек который тебе чего-то говорит вы готовы быть ведомым по отношению к каждому из них вот этот вам сказал и вы ему ведомый этот сказал вы ему ведомый этот сказал еще чего-то ничего страшнее нет чем слушать всех подряд потому что когда ты слушаешь всех подряд ты обречен это абсолютная обреченность нельзя слушать всех подряд человек может быть например там ведомым хорошим качественным добросовестным ведомым и быть например там я не знаю доктором наук за запад дело там в исследовательском институте но 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 минуточка но но за кем он идет он кому по отношению к кому он ведомый понимаете вот же вот же вопрос какой мало того у него есть свои ведомы если он уже начальник отдела если он там тему научные ведет если он доктор наук того него он простит аспирантов растит кандидатов наук там и так далее значит соответственно и появляются люди по отношению к нему ведомы но ты не можешь быть лидером так ты не можешь быть лидером по отношению никому если ты сам ведомый по отношению сразу ко всем если ты ведомый по отношению вот к этому и это что-то большое серьезное качественное ты очень быстро превращаешься ведущего для тех кто пойдет за тобой потому что тебе есть куда вести это не твое направление ты его не не создал но там есть кто-то кто создал и ты за ним идешь и и идя за ним ты можешь выполнять функцию по подтягиванию остальных может быть даже на свой уровень поэтому единственное чего нужно вам сделать но может быть не единственное две вещи пусть будет 2 значит первое вы должны перестать слушать всех подряд нельзя слушать всех подряд это кранты это полный полный провал первое второе это часть этого часть этого вы должны слушать к вы должны найти кого слушать вы должны найти кого слушать они поэтому вас и не уважают что у вас нет нет направление нет ведущего вот у вас есть брат вы брату помогаете а у вас не уважает почему да вы что брат что не брат что этот что тот давайте вы вы не представляете собой никакого вектора вот вы в точке это у него вектор у него бизнес у него там что-то вам кто-то сказал вы его слушать и а кто же вас уважать будет тот человек которого вы слушаете вас не будет первым уважать потому что он понимает что ему сказать то нечего чем нам сказал такого не делай ничего а вы послушались это же посмешище понимаете так вот еще раз у вас есть замечательные качества так которые нужно просто реализовать и для того чтобы их реализовать надо найти кого слушать я бы сказал так же как только появится тот кого слушать вы перестанете слушать всех остальных но это очень важно вот у меня например ну вы знаете я со студентами работаю и они находятся на переломе как бы судьбы карьеры они меняют профессию такой в критической ситуации в стресса вы можно сказать если у меня студент слушает всех подряд то я перестаю быть ведущим ведущим он он неведомый как только он перестал быть ведомым я перестал быть ведущим и как это говорится известная такая фраза есть что учитель приходит тогда когда появляется ученик давайте если он неведомый у него никогда не появится ведущего если он не ученик у него никогда не появится учителя и у него каждая собака ему учитель в интернете там наступил на дерьмо и говорит вот эта великая вещь и он ходит и весит в дерьмо вот этим вот обвешенный почему потому что у него вектора нет потому что у него нет лидера за которым идет он неведомый не по отношению ни к чему хорошему в смысле ведущим дать первых не может быть много второе тот который есть один должен быть классным он должен быть лучшим из всего того что находится у вас вот в зоне доски досягаемости на сегодняшний момент пройдет год у вас расширится эта зона вы может быть подниметесь на другой какой-то уровень у вас появится совершенно другого качества ведущий но вы должны понимать что быть ведомым это неплохо это неплохо быть ведомым без царя в голове плохо а вообще быть ведомым это без ведомого ничего не может произойти есть какой-то гений есть искать виженари да видение у него и так далее а кто будет делать это все а он сам же не может поймете почему почему вокруг академика есть там куча докторов наук почему доктора наук есть там ученики понимаете почему создаются направления не одним человеком а группы людей которые туда идут уже один человек не может он может наметить контур но он же не может выполнить всю эту адскую работу которую делают все остальные поэтому и вот и через это через это через то что вы становитесь ведомым по отношению к мощному ведущему перестаете слушать всякий бред вокруг вас он перестает вас интересовать в этот момент вы сами становитесь ведущим то есть вы дозреваете до того чтобы быть ведущим для тех людей которых вы будете через вас будут подключаться в эту систему когда вы пойдете вот за лидером вот вот собственно и все поэтому не не грустите так не не заморачивайтесь а сосредоточьтесь на том чтобы найти того за кем вы хотите идти вот вот собственно и все и если это будет какой-то неудачный там ход ну и хрен бы с ним пусть будет неудачный значит это есть опыт какой-то но это опыт то в нужном направлении правильно опыт в нужном направлении вот вот собственно и все я я думаю что как бы мы мы нашли мы нашли ход и для молодого человека и для может быть других людей которые в таком же состоянии я вспоминаю свою молодость и меня правда никогда не угнетало быть ведомым то есть при том что у меня всегда было много энергии инициативы там и так далее но вот и молодой ты учишься вот и ты черпаешь информацию вот мастеров как бы я я с удовольствием был добротным ведомым меня всегда любили там начальники я ну то есть я был вот как бы не не в тех двух процентах а я был в 14 да то есть я быстро хватал мне не нужно было много там раз повторять и я мог самостоятельно выполнить какую-то работу даже не задавая вопросов там и так далее то есть вот 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 я был вот в этом вот я не знаю но не могу даже сказать вот сейчас имея свой бизнес и уже 20 с лишним лет можно ли сказать что я какой-то то ли видишь то я поднялся на уровень лидера и я так и остался просто наверное так и остался в этих 14 процентов вот но просто как-то так они у меня ответвились да то есть я не иду ни за каким лидером хотя иногда мне горько от этого я думаю эх блин да если бы я вот к кому-то пристроился по-настоящему где для сегодня был понимаете вот то есть у меня у меня потенциал как у ведущего гораздо выше чем как у лидера то есть я я лидер там small бизнесе в каком-то да там хорошо потом на ютюбе канал вот а если бы я там при ком-то очень-очень существенным был то я я могу подняться намного выше так не так мне кажется но вот но так вышло в общем то так вышло хорошо значит мы желаем молодого человека успехов и всем остальным кто в такой же ситуации по жизни тоже и самое главное самое главное значит где бы вы ни были чем бы не занимались в каком бы статусе так сказать вы не находились и так далее получаете удовольствие от жизни любите себя так так вот такого какой вы есть вот такой какой есть вот такой вы хороший вот такого себя надо любить и вы увидите что вас другие люди начинают больше любить понимаете нет нельзя себя не любить чтобы еще другие тебя любили любите себя смотрите на себя в зеркало сказать какое классный я такой классный ведомый вообще вот и все счастливо